друзья приветствую вас вечерний обзор давайте рассмотрим какие события происходят и что ожидать сейчас на вечерней сессии по результатам встречи встречи выборщиков байден побеждает в ключевых штатах нью-йорк готовится к шатдауну к закрытию но и сегодняшний отчет опека переним перенос заседания подкосил цены на нефть но на самом деле там уже ситуация назревала потому что по сути все зависит от новостей по вакцинам если сильно позитивных новостей по вакцинам нету то соответственно ситуация сама по себе поскольку все на хаях находится а надлежащего восстановления экономики нет то сразу все начинает проседать и откатываться хоть чуть-чуть так друзья давайте перейдем графиком начнем свикса самого мощного индикатора который показывает что на самом деле происходит что наклевывается какая-то нестабильность системе недельный таймфрейм fix собственно говоря мы с вами видим что сейчас начинает происходить разворот был отбой от нижней точки и после этого пошло движение ну ближайшая цель движения если ориентироваться на недельный таймфрейм находится в районе 39 40 но его дневной таймфрейм подтверждает что по сути у нас здесь зародилось движение потому что не так давно несколько сессий назад был отбой от нижней границы можно его трактовать как двойное дно и сейчас здесь разворачивается движение наверх первую цель которая была на 23 и уже взяли следующая цель пробития который приведет к ускоряющемуся движению наверх но по дневному таймфрейм и немножко другие цели не 39 40 а в районе 37 538 и эта цель она будет реализована в том случае если мы в ближайшем времени получим пробой 2728 вот этого диапазона то есть все сейчас как раз и идет и далее на 2728 либо будет отбой и движение в рамках консолидации которая находится в диапазоне от 20 до 27 с половиной или в случае пробоя мы получим дестабилизацию мировых фондовых и финансовых рынков и соответственно просадочку а викс пойдет на сюда на 38 39 хоть байден и победил в ключевых штатах но можно сказать что он уже все победил то есть он президент соединенных штатов однако рост заболеваний корона вирусом и то что нью-йорк находится в состоянии близком к локдауну закрытию она вносит свою лепту и соответственно сегодня мы видим что рост растерян и идет возвращение к тому уровню на котором было закрытие на прошлой неделе так немецкий индекс дак сегодня на позитиве от торговался все хорошо в европе пока все хорошо так друзья но если переноситься в нашу страну то у нас получается все несколько хуже чем соединенных штатах и в европе потому как высокая зависимость от нефти опек ухудшила прогноз перенесли не встречу технической комиссии на январь месяц и соответственно давление на нефть но здесь на самом деле по нефти я думаю ситуация заключается в другом она просто было несколько перекуплена если мы посмотрим все прогнозы относительно восстановления ввп относительно восстановления спроса и потребления нефти энергии то мы заметим что на конец года они получились на практике несколько ниже чем то что предполагалось когда вот вся эта история началась в мае в июне когда начали анализировать и соотносить так друзья далее нефть часовой таймфрейм бренд но здесь у нас был пробой вот этого уровня но пробой оказался ложным почему он оказался ложным потому что весь пробой очень активно вы купили даже это видно по объему то есть вот по факту пробоя если бы не вот эта ситуация не вот этот волшебный хвостик мы должны были сходить куда-то но хотя будут на 48 5 возможно пониже но вот здесь на данном этапе всю эту ситуацию в корне поменяли нефть от купили и теперь на текущий момент времени идет движение цель этого движения сначала 50 с половиной и потом соответственно потестить 50 одну целую одну десятую если здесь начнется консолидации набор позиции сейчас на текущий момент времени 22 00 22 12 по он даже по москве если мы закрываемся выше красной линии выше 50 это очень позитивный знак это будет означать что скорее всего уже в начале завтрашнего дня мы сходим вот сюда вот в район 50 с половиной так вот если брать 15 минутный таймфрейм то здесь у нас получается сейчас скорее всего вот это движение наверх она развитие не получит и отсюда у нас пойдет движение вниз цель этого движения будет сходить вот сюда вот на 49 и 749 75 этот сценарий не срабатывает том случае если мы сейчас на закрытие пробиваем 50 целых три десятых такой сценарий маловероятен я думаю сейчас будет какое-то движение вниз вероятно это движение не приведет к пробитию 49 и 6 и потом по факту того что от купят здесь нефть начнется движение назад с целью ну либо закрыться на 50 сегодня либо завтра с утра попробовать пробить 50 и соответственно отсюда уже сходить чуть повыше на 50,5 так друзья далее золото 15 минутный таймфрейм так ну что здесь по золоту примечательно по золоту здесь примечательно то что если мы сейчас не пробиваем 1829 1829 едва вот здесь вот уровень проходит то у нас отсюда будет движение цель этого движения сходить на 1837 с половиной вот сюда вот к этому значению такой задер может развиться уже сегодня если сейчас в ближайшее время будет пробитие 1833 если его не пробиваем вот это значение то мы наиболее вероятно закрываемся в диапазоне 1830 1835 вот где-то вот здесь вот так мы если брать четырех часовик то здесь получается удержание идет вот в этом диапазоне 1825 1830 вот и отсюда весьма вероятно но уже не сегодня а завтра будет импульс движение цель которого будет сходить на 1846 с половиной вот сюда вот но все-таки если к 15 минутки возвращаться здесь наверное более вероятно что мы на сегодня будем по золоту останемся в боковике 1834 1829 с половиной вот здесь вот сейчас скорее всего все движение будет строиться вокруг в этом диапазоне торговом так друзья дали рубль-доллар юсты тумару тумару 15 минутный таймфрейм но у нас здесь сейчас боковик боковик снизу ограничен значением 73 65 73 6 вот здесь вот верхняя граница 74 вот здесь она проходит и у нас здесь сейчас скорее всего будет движение цель которого 73 7 но здесь совсем чуть-чуть небольшой участок и в том случае если это движение не приведет к пробою вот этого диапазона который заканчивается 73 6 то в этой ситуации у нас отсюда возникнет задерг и цель этого задерга движение на 73 95 вот сюда вот к этому значению если здесь все-таки будет пробой то вот эта зона она достаточно разряженная и отсюда пойдет укрепление рубля цель этого движения будет возврат вот сюда в этот диапазон на текущий момент я думаю вероятность такого укрепления рубля сегодня завтра с утра она не очень велика но по крайней мере сегодня вот здесь определенные сделки произошли которые указывают на то что ну как минимум какое-то время вероятно будет торговаться здесь возможно завтра пойдет еще выше вот поэтому я сейчас рассматриваю вариант что будет движение на 73 95 посмотрим как здесь закрепится но сначала может быть небольшой задерку вот сюда вот так друзья дали евро доллар здесь у нас хороший такой боковик идет верхняя граница 1 целый 2165 нижняя граница 1 целый 21 сегодня уже пытались верхнюю границу пробить но это привело к ложному пробою и откату далее часовой таймфрейм здесь у нас если возникает сейчас пробить и 1 целый 2138 то цель движения при этом пробить и будет находиться на 1 целый 2120 вот сюда вот на это туры если вот этого пробития сегодня сейчас не происходит то отсюда развивается движение цель которого 1 целый 2161 и случае пробить и тестирование вот этого хая так далее вопрос был под если дневной таймфрейм но смотрите под если здесь у нас идет движение цель которого протестировать 654 пробить и уйти повыше такой сценарий не видится с учетом всех событий вокруг тесла достаточно вероятно но если переходить на часовой таймфрейм здесь картина немножко иная у нее здесь четко прослеживается уровень 642 вот если 642 пробивается то по факту закрепление выше этого значения развивается импульс цель которого протестировать 654 3 скорее всего пробить и уйти повыше но если вот этого пробоя не происходит то отсюда наиболее вероятно развивается коррекционный откат и цель этого отката движение вот сюда вот на 608 609 к этому значению поэтому если оперировать ситуации внутри дня то соответственно здесь вот если пробой на объеме возникает 642 643 то весьма вероятно что импульс который здесь будет произведен он приведет к сильному движению пробить и 654 и дальше уходу наверх но на вот этих значениях все время выходили большие объемы и поэтому если вот этот барьер взять не будет то скорее всего отсюда возникнет отбой коррекционный откат на 608 а дальше посмотрим что будет после 608 вот такое мы видне по основным инструментом а еще такой момент был вопрос по киви что с ним делать по киви я разместил ответ в telegram канале вот он график и описание если кому интересно киви пожалуйста смотрите все друзья спасибо за внимание всего наилучшего подписывайтесь на мой youtube канал если вам понравилось и на мой telegram канал все счастливо